Привет, друзья! Как говорится, никогда не было и вот опять. У нас очередной экспертный эксперт и на этот раз с канала Химия Просто. Поскольку мой блог посвящен косметике и бытовой химии, рассмотрим тут избранные тезисы из одного лишь только ролика нашего героя, а именно мифы про косметику. С самого начала видео о лучших традициях уличных лохотронов и инстаграмных инфоцыган доверчивого зрителя садят на крючок анонсом раскрытия тут величайшего тайного знания, а именно. На рынке представлены тысячи продуктов от разных производителей, составами, которые в среднем содержат от 15 до 50 ингредиентов. Возникает вопрос, как разобраться во всем этом многообразии, научиться отличать хорошее средство от не очень и выбирать продукт, исходя не из маркетинга, а реальной эффективности и безопасности. Тут я, друзья, позволю себе небольшое лирическое отступление. В бытность мою еще студентом химфака на одной из пар по педагогике, действительно была у нас один семестр или два такая дисциплина, преподаватель задал аудитории такой вопрос. Вопрос. У вас есть гусь и графин. Самый обычный пернатый гусь и обычный столовый графин, который вы можете себе представить. Так вот вопрос. Как поместить гуся в графин? Студенты, конечно, начали задавать уточняющие вопросы, выдвигать фантастические версии, как-то вырастить гуся в графине из яйца или что-то подобное. Но на самом деле, друзья, правильный ответ на этот вопрос звучит как «никак». Никак нельзя поместить гуся в графин. А мораль такова, что не стоит тратить много времени и сил на очевидные или глупые вопросы. Так вот, озвученный нашим героем из канала «Химия» просто вопрос «как разобраться обычному человеку утрированно во всей косметике» – это вопрос из разряда гуся графин. Ну да ладно, слушаем нашего героя дальше. Ингредиенты, приведенные в составе, расположены в порядке от большей концентрации к меньшей. Обычно первые пять веществ в списке – это основная масса продуктов. Содержание действующих веществ, например, кислот, обычно невелико и не превышает 5-10%. Сам термин «действующие вещества» в контексте косметики не существует, ибо это не медпрепарат и не изделие медназначения. Есть просто компоненты со своим функционалом и законодательными ограничениями. Опять же, когда химик с претензией на просветительскую миссию на серьезных щах рассказывает про всего лишь 10% некой кислоты в косметике, я так полагаю, речь идет именно о пилинге, то ему не мешало бы между делом уточнить, что значительная часть из этих кислот в средстве уже не кислоты, а соли. Что эти кислоты нейтрализуют основаниями до получения нужной вилки PH – кислого буфера. И никаких 10% свободных кислот там нет и быть не может, ибо будет ай-яй-яй. При этом практически исключается возможность серьезных для здоровья последствий. Например, если кто-то нетерпеливый решит избавиться от пост-акне. Поясняю, пост-акне – это когда, допустим, видели лица людей, у которых такие небольшие рыдвины на лица. Кому-то повезло в 32 выглядеть на 15, а кто-то в 15 мучается, и там не при чах, а вот все лицо в этом всем. А потом, когда залечивается, остаются вот такие небольшие как бы ямки на лице. И для этого используется определенная косметика. Так вот, то, что остается – это пост-акне. А сами эти штучки – это называется акне. Теперь вернемся к теме. Так вот, если кто-то нетерпеливый все-таки решит избавиться от пост-акне раз и навсегда с помощью химического пилинга, нанося его каждый день утром и вечером толстым слоем на кожу лица, то усиление эффекта он не получит. Максимум заработает раздражение и сухость кожи. Но сильного химического ожога не будет точно. Довольно смелое утверждение, друзья. Хотя что он считает серьезным химическим ожогом – загадка. Ведь найдутся такие, кто, доверившись авторитету нашего героя, без страха и тени сомнений, попробуют на постоянке, да еще и летом, два раза в день и каждый день делать себе пилинги. Ну, до кости, конечно, не проезд. Серьезных последствий, как утверждает наша говорящая голова, не будет. Слушаем дальше. Так как используемые в подобных средствах кислоты, они слабые, плюс их содержание в продукте мало. И, конечно, не последнюю роль здесь играет цена. Активные вещества обычно дорогие. Да-да-да, эти кислоты такие дорогие, что из них даже средства для чистки унитазов делают. Золотых, наверное, унитазов. Хотя нет, все-таки самых, что ни на есть обычных. Также в составе нельзя писать название компонента без расшифровки. Это запрещено законом. Однако, разрешается писать коммерческое название. То есть разработанный компонент можно зарегистрировать как товарный знак и указывать его в составе. Можно писать также и химические наименования веществ. Но чаще указываются торговые. Связано это в первую очередь с коммерческой тайной. Так как подбор, сочетание и соотношение веществ в составе является трудной задачей. Во всем мире в косметике для указания состава используют международную номенклатуру косметических ингредиентов. Сокращенно инки. А не какие-то там торговые наименования. Это чушь. Если в составе на этикетке не указан хоть один ингредиент и поступит жалоба от потребителя, то у производителя возникнут проблемы, вплоть до уголовной ответственности. Кроме того, специальными уполномоченными государством организациями контролируются условия производства, упаковки, хранения, а также состав продукта. Поэтому на этикетках всегда указывается качественный состав полностью. Так как каждое вещество потенциальный аллерген. Триндед, чувак, тебя что, шиза накрыла? Ты же только что рассказывал, что можно, например, некую супер оптимизированную смесь компонентов обозвать какой-то торговой кличкой и ее указывать в составе на этикетке. Типа это будет окей, ибо это ноу-хау. А теперь ты рассказываешь, что качественный состав должен быть указан до последнего компонента. На самом деле рядовой конечный потребитель никогда не поймет, ввели ли в его крем пантенол или токоферол, и есть ли там трилон B или его нет, и так далее. Опять же, например, отдушки – это смеси из десятков веществ, и никто не указывает их все на этикетке. Указывают лишь те аллергены из списка, содержание которых превышает свои нормативно определенные значения для смываемой и несмываемой косметики. Единой классификации косметических средств нет. Вот это поворот! Однако продукцию можно разделить на три группы по областям применения в зависимости от требований к стерильности. Первая группа – это косметика спецназначения. Детская, интимная и для полости рта. Вторая группа – это стерильная косметика. Так называемая профессиональная косметика с сильными действующими ингредиентами в высоких концентрациях. Она не продается в магазинах и применяется строго специалистам, имеющим соответствующие документы. Она не для применения конечным потребителям. И третья группа – это обычная косметика. Та, что вы можете купить в магазине. Огонь классификации, ничего не скажешь. Да, есть, конечно, серии стерильной косметики у некоторых брендов. Только это сложно назвать профессиональными продуктами. Их можно купить и использовать самостоятельно. Это просто маркетинг и своя ниша средств для тех, кому режет ухо слово «консервант». Человек берет стерильное средство и своими нестерильными руками наносит его на нестерильного себя. Получает при этом удовольствие, а производитель этого средства – хорошую прибыль. Средство для профессионального применения – это не про стерильность. Это скорее про риски для здоровья при использовании конечным неподготовленным потребителям. И к стерильности это не имеет прямого отношения. Во-первых, процесс разработки состава, подбора веществ и их соотношений – это дело, как я уже говорил, не из легких. И требует крутых специалистов-разработчиков. Во-вторых, разработанный состав нужно проверить. Провести тесты на безопасность использования его человеком. Ну вот посмотрите, как не доверяет народ вакцинам от модной нынче болезни. Так как, видите ли, не прошли все циклы там испытаний. Тут вот примерно то же самое. Никто не хочет мазаться чем-то непроверенным. Ну вдруг это действительно какая-то вредная химия. Если бы реально каждый состав на полке, в том числе импортный, проходил полноценные натурные тесты по токсикологии, то я боюсь даже представить, сколько бы они стоили и как долго бы длилось выведение чего-либо на рынок. Дружище, мир давно уже уходит от испытаний на животных вообще. Ну а сейчас будет минутка жести от нашего героя. Гипохлорид алюминия, используемый в дезодорантах, блокирует потоки пота и снижает потоотделение. Чего, блядь? Ну ты и Петросян. Гипохлорид алюминия. Я не знаю, вообще весь этот выпуск, это или настолько толстый троллинг, или, как говорится, одно из двух. Честно, не сильно рыл тему на предмет, существует ли в сухом виде гипохлорид алюминия. Это, наверное, больше вопрос к товарищу Тойсою. Он любитель всякой интересной экзотики. Но допустим, что да. Есть порошок гипохлорид алюминия, и он введен в состав обычного аэрозольного антиперспиранта. Если кто не знает, в аэрозольных антиперспирантах обычно нет воды. И соль алюминия диспергирована в безводной смеси эмалентов и вспомогательных веществ. Так вот, давайте же представим, что произойдет, когда сей чудесный состав окажется на нежной влажной коже подмышечной впадины, например, хрупкой молодой девушки. А произойдет вот что. Гипохлорид алюминия при контакте с водой начнет гидролизоваться с образованием гидроксида алюминия и хлорноватистой кислоты. И тут есть два варианта, по которым образующаяся хлорноватистая кислота будет разлагаться в зависимости от того, насколько кислым окажется pH среды. Либо с образованием соляной кислоты и атомарного кислорода, либо с образованием хлора и кислорода. По факту, наверное, будут идти оба эти процесса в той или иной степени, но нашей бедной гипотетической девушке, распылившей такой антиперспирант на свою подмышку, от этого, друзья, не легче. При любом раскладе ее ждут боли, страдания, достойные экранизации в каком-нибудь голливудском триллере или хорроре. Ну, проще говоря, представьте, что вы вместо антиперспиранта нанесли на подмышки сухую хлорку. А это по сути хлорка, только вместо катиона натрия там катион алюминия. Представили? Ну как? А ведь частично такой аэрозольный антиперспирант можно и вдохнуть, как это иногда бывает. Тоже представили? Тут першением в горле, наверное, не отделаешься. Какие-то садистские сценарии выходят, не правда ли? Конечно же, никакой гипохлорид алюминия на самом деле не используют в антиперспирантах. Это чушь собачья, которую еще можно как-то с улыбкой простить какой-нибудь Амини Пермановой или доктору Леос. Там, по крайней мере, все ясно с уровнем подготовки. Но блин, когда такое рассказывает химик, это просто капец. Ну да ладно, вернемся к теме. На самом деле в антиперспирантах используют обычно алюминия хлоргидрат. Он же гидроксихлорид алюминия. То есть абсолютно другое вещество, которое как минимум не сделает из вас инвалида при нормальном использовании. Так, что там у нас еще интересного? Триклозан. Изначально триклозан был разработан как антибактериальное средство для использования в хирургических целях. Позже его стали добавлять в косметику, мыло и зубные пасты. О его опасности стали говорить после того, как стало известно, что длительное воздействие триклозана вызывает фиброз печени и рак у лабораторных мышей. Другие исследования показали, что триклозан может нарушать гормональный фон, сокращать мышцы и снижать резистентность бактерий. До сих пор не существует исследований, опровергающих данные выводы. Однако в Российской Федерации триклозан разрешен к использованию в малых концентрациях в косметике. Я скажу даже больше, он разрешен как консервант и в Евросоюзе до 0,3%. Формальдегид, он же формалин. Стоп! Формалин и формальдегид это все-таки разные вещи. Так же как и денатурат и водка Финляндия. Формалин это 40% водно-метанольный раствор формальдегида. Широко используется в производстве текстиля, чистящих средств, средств личной гигиены в качестве консерватора для защиты от бактериального загрязнения. Капец, да кто же ему текст описал? Его любимая аспиранка? Не консерватор, а консервант. Прости господи. И не формальдегид все-таки, и не формалин. А доноры формальдегида используют как консерванты. При этом формалин неустойчив в водных средах. И с течением времени его концентрация в средстве падает. Да, конечно, если бы на производствах косметики чисто формалин в реактора и заливали, то, кажется, так бы и было. Но такое только на канале химия просто могут придумать. По факту же, как я уже говорил, используют доноры формальдегида. Часто это производные мочевины, и уже они в самой косметике медленно понемногу высвобождают формальдегид. Причем чем дольше и при более высокой температуре хранится такое средство, тем больше остаточного формальдегида обычно можно в нем найти. Это не я придумал, это неглупые люди давно уже проверили. А теперь я вам покажу, как своими руками сделать крем для рук. Дома. А ну давай, давай, блесни. Для этого нам понадобится алииновая кислота. Ее можно купить в аптеке. Это в какой такой аптеке продают алииновую кислоту, мне интересно. Если ее нет, то можете взять глицерин. В смысле глицерин? Это что, взаимозаменяемые вещи в рецептуре? Также нам понадобится целлюлоза, которую также можно купить в аптеке. Целлюлозу? В аптеке в такой фасовке? Я так понимаю, аптека это зашифрованное название какой-то специальной барыжной точки. Ну знаете, идет такой себе нарк, а его дружбан спрашивает, ты куда? А он такой, да это, в аптеку, кислоты купить. Третьим ингредиентом будет обычная вода. Можете взять из-под крана, можете взять кипяченую, а можете вообще дистиллированную. А из лужи можно набрать? Это ж не важно, как я понимаю тут. Нам нужно их смешать вот в таком соотношении. Для этого возьмем целлюлозу и отвесим 6 грамм. Затем в один стаканчик отберем 74 миллилитра воды, а во второй 20 миллилитров алииновой кислоты. Она же алииновое масло. Теперь все это надо смешать, но не просто так. Содержимое стаканчиков нагреем до 70 градусов по Цельсию. После этого добавим целлюлозу в стакан с водой. При этом необходимо смесь постоянно перемешивать. Целлюлоза в данном случае выступает в качестве эмульгатора, то есть загустителя. Крем же должен быть кремом, а не жидким. Когда все перемешалось, приливаем алииновую кислоту. И также продолжаем постоянно перемешивать. Она нужна, чтобы крем выполнял свою функцию. То есть увлажнить кожу рук, чтобы она не сохла. С таким успехом, дружище, можно было и моторного масла ливануть. Да чего мелочиться, отработку какую-нибудь? Это ж просто трындец, товарищи. Окей, я молчу уже про стабильность такой эмульсии. Про целлюлозу как загуститель-стабилизатор в этой мешанине. Про вообще масляную фазу в виде алииновой кислоты. Думаю, что 15 минут на центрифуге с тремя тысячами оборотами расставили бы, конечно, все на свои места. Ну да ладно, молчу уже про шикарную тактильную органолептику такой дисперсной системы. Пускай. Мы все знают толк возвращения. Но вы только посмотрите на его якобы аптечную алииновую кислоту. Это же техническая марка. Нормально почищенная алииновая кислота европейского производства почти бесцветная и не воняет. Да, у нее есть характерный жирный запах, но не вонь. А вонь там у него, я думаю, при приготовлении стояла мама не горюй. Чудак реально тупо кипятил на блине эту жижу. И перед вливанием в набухшую целлюлозу эта алииновая кислота из желтой стала уже хорошо коричневой. Уверен, очень пахучий. А сколько там пероксидов образовалось за это время? И как они замечательно будут окислять липиды вашей кожи при нанесении? Это просто песня. Осталось только законсервировать это дело формалином, и вместо дужки капнуть скипидар. Во будет. Отличный кремик. Рекомендую. В завершении, друзья, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я делюсь анонсами, мыслями по разным темам, новостями и так далее. Так что, кому интересно это все дело, подписывайтесь, заходите. Ну а на сегодня у меня все. Всем желаю мира, здоровья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok